Керамика, вышивка, кружево, резьба и роспись, декупаж и работа с бумагой – это только малая часть декоративно-прикладного искусства. Народное творчество актуально во все времена. Муниципальное бюджетное учреждение по работе с молодежью «Энергия» пригласило всех желающих на мастер-класс «Русские узоры». Вы вот так вырываете кусочками, нарываете себе, потом с каждого кусочка вы снимаете два слоя и оставляете только цветной. Декупаж и роспись – это очень кропотливые виды прикладного творчества. С помощью них можно создавать произведения искусства из дерева, стекла, керамики, камня и многих других материалов. Как и любое другое искусство, они требуют широкого воображения, а также умения видеть красоту в простых вещах. Приобщать их к культуре, к трудолюбию, к искусству. Вот здесь они проявляют себя во всей красе. Это и сделать заготовку, и убрать с собой рабочее место, и вымыть инструмент. То есть они уже чувствуют, что с них спрашивают, что это надо делать. Надеемся, что это и дома пригодится им. Такое творчество развивает терпение, усидчивость, аккуратность. Все рукодельники отлично справились со своей задачей, но без помощи руководителей не обошлось. Они держат лучше уже кисточку, потому что здесь правильно нужна постановка руки, и я стараюсь как-то им подсказывать, потому что они опять же ее держат как ручку, а там нужно ее прямо держать, немножко по-другому. На мастер-класс пришли не только дети, но и взрослые, ведь возраст для творчества не имеет ограничений. Мне очень нравятся такие мероприятия, я с удовольствием детей туда привожу. Так вообще очень интересно, побольше бы таких мероприятий. Особенно летом детям скучно, кто в городе остается. Здесь вот есть чем заняться, полезно и приятно. Для кого-то такой мастер-класс оказался первым, но окунувшись в мир прикладного творчества, желание приходить и учиться только увеличилось. Очень благодарны, нам очень понравилось. Замечательное времяпрепровождение, что-то такое необычное, что попробовали наши дети. Возможно, мы потом присоединимся уже в учебном году к ним. Так что очень хорошая инициатива. Будем надеяться, что это будет продолжаться. Урок по дегративно-прикладному искусству всем очень понравился, а София Лукина решила, что теперь с таким творчеством она не расстанется, а наоборот освоит его еще глубже. Я хотела заниматься. Я в кружок хочу ходить. Мне нравится это все. Летом Квилд-клуб проведет еще несколько занятий по дегративно-прикладному искусству. А уже в новом учебном году ребята смогут записаться в кружки и заниматься творчеством гораздо чаще. Анастасия Воронина, Николай Карбанов, Ольга Садовская, Видное ТВ.